Всем привет, с вами Олег Арифан. И я вчера сделал себяшку с Иоаннесом Раймером. И люди написали вопрос, возьми у него интервью. Действительно человек интересный, лет 10 назад я с ним познакомился. Он приезжал в нашу столицу, проводил очень интересные семинары по душепопечительству, по семейным отношениям, по бракам. Ну, великолепнейшая личность. Я даже, мне честь была сделать обложку для одной из 10 или больше книг для него. Иоаннес Раймер Иван Иванович из Германии. Здравствуйте, дорогие друзья. Он является профессором в Германии, да? В Южной Африке, в Германии. Он является директором движения по примирению организаций, людей и вообще целых наций. Очень интересная личность. И я хочу задать вопрос по эмиграции. Вы соприкасаетесь с эмигрантами очень много в Германии, в странах, где вы путешествуете. Скажите, вот обращение к нашим эмигрантам, которые живут здесь, люди, которые думают о эмиграции, и просто какое-то наставление. Дайте, что вы видите, что вы знаете, и дайте нам совет какой-то мудрый. Как человек, который занимается примирительной работой, да, это примирение с самим собой, это примирение с семьей, это примирение с обществом, это примирение с культурой, в которой я вырос. Я хочу сказать себе, как эмигранту, я же тоже эмигрант, живущий в Германии. Откуда вы приехали? Я приехал с Эстонии. Диссидент нас попросили 40 лет назад. Вот. И я хочу всем этим эмигрантам сказать следующее. Нет никакого решения наших личных вопросов, нашей непримиренности, нашего идеологической пустоты, которую мы пережили дома, за границей. Значит, за границей жить, обустраивать новую жизнь за границей, все это само по себе. И очень интересно. Надежда, что если я уеду из своей родины, уеду на Запад, уеду в другую страну, что там будет все по-другому, эту надежду лелеять не надо. Почему? Потому что я от себя самого не убегу. И это одна из самых больших проблем. Поэтому, если вы приезжаете на Запад непримиренными, вам будет тяжело. А если вы найдете себя самого, примиритесь со своим прошлым, примиритесь, скажем, вот с этой пустотой идеологической, которая создалась в постсоветское время, примиритесь с людьми вокруг вас, ну тогда добро пожаловать и в Германию, и в Европу, где я живу, или в Америку. Но приехать сюда с проблемами, это значит просто набрать еще кучу других. А какие проблемы вы встречаете у детей, молодежи, иммигрантов и родителей? Что вы встречаете? Какие дилеммы? Надо понимать, что мы выходцы, скажем, с культуры стыда. Так называется культурная антропология, культура, в которой мы выросли. У нас не пойман, не вор. Они приезжают в культуру, в которой совсем все по-другому. Это культура греха. Это значит, в этой культуре так или иначе действовать нужно по закону. В Украине, в той же самой Белоруссии, в России, в Казахстане, там коррупция нормальное явление. Абсолютно нормальное явление. Не помажешь, не поедешь. Здесь помажешь и приедешь. Культура совсем другая. Общество другое. И поэтому быть непримиренным с самим собой в надежде, что я решу свои проблемы в культуре, в которой я ничего не знаю, я ее не понимаю, языка не понимаю или не до конца понимаю. Это просто мечты, мечты, где ваша сладость. И поэтому у нас среди эмигрантов, допустим, на территории Западной Европы, уровень самоубийств, уровень людей с проблемами, разводы, семьи разваливаются намного выше местного населения. И то же самое и здесь, в Америке. Поэтому приезжаешь сюда, знай, куда еду, и приготовься. И не надейся, что ты все свои залеты и перелеты там дома решишь тут. Потому что все это построено типично по-западному. Идея какая? Приеду на Запад, заработаю большие деньги, и деньги решают мои проблемы. Дело в том, что деньги, материальное благополучие, еще никогда не решало проблемы. Это просто глупости. Самые печально настроенные люди – это самые богатые. У богатых людей головных болей намного больше, чем у тех, у которых ничего нет. И самые счастливые люди – это люди, которые имеют и средства определенные, но самое главное – они имеют мир в своем сердце, они имеют гармонию в своем сердце. У них вопросы культуры и вопросы каких-то убеждений личных давно решены. У них мир в семье, у них мир с соседями и так далее, и тому подобное. Мудрые мысли. То есть, примириться с самим собой, найти выход, и потом можно путешествовать. А вот проанализируйте, вот вы в Штаты приезжаете не так редко. Что вы видите? Какие у нас проблемы, которые вы видите, которые мы сами не осознаем? Или какие у нас плюсы? Проанализируйте вот нас. Ну, Америка – это страна абсолютного индивидуализма. Америка, если ищешь место, где люди становятся одинокими, оставленные обществом, где семьи не функционируют. Если ищешь такую страну, приезжай в Америку, потому что это родина индивидуализма. Вы приехали или мы приехали с коллективных стран, а здесь индивидуальные страны. И все сворочено на индивиде. И как только дети пойдут в школы, они пройдут курс образования в этой стране, у них появляются свои индивидуальные залеты. Причем такого рода. В Америке, в этой стране, Америки, в моих глазах будущего нет. Америка уже сейчас проиграла. И побеждают те страны, которые совсем по-другому мыслят. Например, Китай, Сингапур, Гонконг. Если сравнивать Нью-Йорк, сравнивать ваши самые лучшие города с этими городами Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, то вы отстали лет на 20. Если сравнивать с их уровнем жизни, с их уровнем культуры, может быть, еще и больше отстали. В надежде, что индивидуализм решит все проблемы, эта надежда глупая. Она не соответствует вообще человеческому образу жизни и обществу. А теперь у вас тут эти индивидуалы, силы индивидуальной такой жизни, они взяли на себя, так сказать, все руководство. Мы, американцы, на нас жизнь строилась и строится будет. Я считаю, что те люди, которые так думают, они глубоко ошибаются. Они глубоко ошибаются. Ну, в Европе не по-другому, потому что мы такие же индивидуалы. Когда я говорю об Америке, я говорю и о нас. Я говорю о нас. У нас сейчас, например, в Германии Евросоюз постановил, что человек – это не просто женщина и мужчина, а у нас 136 гендерских вариантов. 136! И вы медленно подумайте, в чем может быть человек. Ну, хорошо, есть лесбиянки, есть комосексуалы. Четыре варианта. Так, у них 136. Это научный подход. В школах, дети учатся в школах, им в первом, что говорят, ты не слушай маму и папу, ты пойми, ты найди себя. В каком болоте? В этих джунглях? А почему так? Потому что это индивидуальный подход. Это моя жизнь. Это мое брюхо. Это моя голова. Это я. И мне надо. И вот такое полное удовлетворение моих прихотей. Это западная культура. И в этой культуре многое получилось, разговора нет. Но получилось там, где христианство играло определенную роль. Были какие-то этические моральные устой. Но с полной победой индивидуализма и гуманизма в этих странах христианство потеряло всякие устой. Она вообще занижена. У нас, в Германии, которая когда-то была абсолютно христианской, христиане, верующие и живущие по своей вере, сейчас составляет 3,5% населения. 3,5% населения. Мы давно превратились в языческую страну. У нас намного больше атеистов, чем у них в России, или в Казахстане, или в Украине. В нашей стране. И первая в мире страна полного атеизма – это Англия. На первом месте. А наши страны бывшего Советского Союза, они все отстали в этом отношении. Ну, смотрите, в глазах такой аргумент. В глазах тот, кто живет сейчас в каком-то там кривом рогу, он смотрит на Англию, какой прогресс, как круто живет страна. И он думает, там успех. А вы говорите наоборот. Почему вы так говорите? Потому что в глазах всех наших земляков они думают, что Запад, прогресс, экономика, процветание. Но, понимаете, они только думают, потому что они видят рекламу западную. У нас в Лондоне 9 миллионов населения. Из этих 9 миллионов населения 3 миллиона не имеют вообще возможности выжить. Живут они на 6, от 6 до 12 квадратных метров всей семьей. Заплатить за квартиру в Лондоне, в городе Лондон невозможно. В Киеве возможно, еще даже в Москве возможно. А Лондон, он такой дорогой. Почему? Потому что маленькая элита, маленькая богатая элита держит в руках все остальное. Аналогично в Сан-Франциске. Такие же подобные цены и культура. Иган Усраймер, скажите какое-то вдохновительное слово для иммигрантов, которые уже сюда приехали. Что нам делать, чтобы не потеряться? Вы приехали сюда, как и я. Я тоже такой же иммигрант. Я говорю себе самому. Я самого себя убеждаю. Я говорю, для того, чтобы мне быть счастливым на Западе, на котором я сегодня живу, в Германии, в которой я живу, мне быть счастливым, значит, надо разобраться с самим собой, разобраться с моими перебоями идеологическими, духовными и так далее и тому подобное. Найти себя. А это просто. Посмотри в зеркало, подумай о своем прошлом и скажи, я не буду убегать от себя самого. Понимаете, убегать толку нет. Сбежать быстро сбежишь. Ну куда ты сбежишь? В джунгли. Поэтому для меня есть возможность нам жить тут. Между прочим, россияне или выходцы Советского Союза на территорию США на момент, насколько мне известна статистика, они даже японцев обогнали по вопросам интеграции экономической, по вопросам интеграции культурной. Они отстали почти от всех остальных наций. Мы сейчас в русской церкви, это в Америке. И в русской церкви дети, ваши же дети, разговаривают на таком русском языке, что когда я их слышу, у меня уши вянут. Мои же дети, например, вообще не говорят на немецком языке. Мы их учили английскому, а не немецкому. На русском они не говорят. Значит, и было бы очень глупо сейчас считать, что я должен заставить говорить по-русски. Я их должен заставить жить в Сибири. Они же не в Сибири, они не в Эстонии. Второе, третье поколение станет немецким, американским, английским, канадским, каким бы то ни было. Если вы знаете, что это так, то настраивайтесь. А то получится как будто, о, кахла. Тот сошел с трапа в Нью-Йорке и говорит, як же так, никто по-украински не балакает. Он ожидал, что в Нью-Йорке его встретят и будут с ним разговаривать по-западноукраинскому. Это же глупости. Ты приехал в страну, в которой есть своя культура, в страну, в которой есть свой язык, в страну, в которой есть свои устои, в страну, в которой все не так, как было дома. И поэтому, если я это знаю, я успокоился, ищу себя в этом ракурсе и приспосабливаюсь. Мы в антропологии называем это процессом оккультуризации. Вот если вы не хотите оккультурироваться, как основная масса эмигрантов не хочет, у вас счастья здесь не будет, у ваших детей 100% не будет. И самое, что интересно, и дети от вас убегут. Очень тревожное пожелание или вещи, которые мы услышали, и, дорогие друзья, оккультуризация. Становитесь, интегрируйтесь в страну, куда вы приехали, становитесь полезными жителями, гражданами. И самое главное, что мне для себя взяло, это найдите мир. Это, наверное, самое ценное. И чтобы у вас все соседи и все люди, которые у вас рядом, вас видели, видели у вас свет, добро и радость. Иоганнес Раймер, за вами можно где-то последовать, прочитать, где вас найти? В фейсбуке. В фейсбуке Иоганнес Раймер? Да. И я постараюсь ссылку скинуть внизу. У вас также есть ютуб-канал? Есть. Только недавно открылся, поэтому думаю, что вы там что-то полезное найдете, если вам интересно. Спасибо за ваше мнение, за ваше время, я еле бы после презентации вас выловил. С вами был Илюша Каррифан и Иоганнес Раймер. Успехов! Интеграции на Западе, интеграции на Западе. Пока. Bye-bye.